здравствуйте мои дорогие сейчас почти час дня посмотрела который час четверг 13 июля у меня сильнейшая головная боль сильнейшая прямо мигрень похоже напоминает мне как молодости аж глаза вон во-первых для чего все это говорю последние дни я практически не молилась вот утреннее плара правило его не утренние вечерние и очень мало будет земных поклонов делала именно делала ведь и делать можно делать и вот разные вещи можно делать завтрак а можно делать совершать молитву и делать совершать земные поклоны тоже сегодня ночью в общем я я опять же вечером будто меня давайте я я не знаю валить ли это на дьявола думаю этого падшие ангела так сказать напасти так что если ждать чего-то вот больше больше она еще больше затянется то есть если я понимаю что вот падаю мне плохо и головная жутчайшая боль и хватаюсь за утренние правила и хоть лежа хоть там не слушайте то вам там говорят что там делать только в косыночки там совершать и это и только стоять люди бывает иногда плохо до того плохо до того атакуют вот эти вот демонские силы до того они ненавидят чистоту ненавидят господа светлого и если они целое стадо свиней не пожалели целое стадо свиней так представляете они насколько ненавидят нас и сегодня четвертый день вот четвертый день на английском языке это mystic supper и в библии есть такая фраза вот что ты забыл любовь свою первую любовь свою первую а кого вы любили вот самого первого когда вот вы были самые маленькие самые маленькие и для вас если у вас были оба родителя они были как боги если только мама она была как богиня вот она была самой добротой вот сама это вот я этого ничего не помню я не помню меня родители бросили когда мне полтора года было и не так что вот навсегда пропали из из поля зрения бросили тем что говорят что это ясли но там не похоже что это ясли думаю детский дом потом в два года жива в прекрасной одессе вот мне 54 года представляете это 70 год заводов было немерено пароходство заводов не обязательно вот там что моряки не моряки в общем работы было немерено все работало все можно было бросить люди не валили вот вчера оставила про артура он поставил видео что он говорит господи благодарю тебя что вот у него вот правая рука смотрите он три года женаты сколько я не спрашивал валюша ты можешь вот рассказать вот 그 у него сколько у него же швов чтобы ну что она была просто развёрнута это просто чудо была вот это чудо вот у него в итоге мы сделал что она двигается вот она и двигается и что нерв что на вот реагирует что у него не отрезана вот вот так вот кусок слушайте я только что подумал у меня есть одна знакомая я не буду ее называть имя в общем давно учились вместе потом она в общем у нее внучок родился и ручки вот одной ручки кисти нету кажется кисти или пол кисти вот и знаете чудо такое она показывала фотографии такой маленький такой слабенький славнюшечки а вы знаете что у него и вот я сейчас вспомнила у него имя его точно также зовут как моего как моего внучка вот к таким людям к таким деткам у ария у тех арфакт ария вы те которые знаете себя возомнили водка все как если вы посмотрите титаник я смотрела всего один раз причем два пару дней назад вот этот вот фильм и розы розин вот этой вот девушки ее жених вот тот официальный когда она сказала когда она сказала ведь столько половина может спастись только половина лодок есть для всех этих вот для всех этих людей он не что сказал лучшая половина лучшая половина так вот я если мне 54 но я прекрасно помню что вы говорили когда вот я совсем маленько было все я вчера еще и раз пересмотрел это видео часовое когда говорила я не помню чтобы дедушка меня бил да вы что у нас такого вообще вообще не было чтобы сам огрызнуться или что-то сказать я вам на по я вам я вам говорю что один раз только я сказала своей бабушки бабуля 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 не бабулька не бабка бабуля она такая вот вот эта фраза и она на всю жизнь какая тебе бабуля я тебе бабушка я тебе бабушка смотрите я только что почему это все говорю если вы почитаете притчи вы видите сколько там этих вот глав и почитаете что вот там про не родила вас сына про наказание так далее и нет я не призываю к расправе нет я не призываю я просто вам говорю что если вам кто-то посмотрите как у меня получилось у меня получилось что мой старший сын и вообще вот у меня у меня сейчас что-то и вот и младше то же самое но вы знаете как будто вы так и хочется сказать словами из библии а ты чтобы забыл свою первую любовь сгордился вот как господь бог сказал дьяволу который еще был не падшим ангелом а вот одиниться вот одиниться у того удивительному светлому ангелу который возгордился и который без плоти который ищет вот эту вот плоть как нашу плоть чтобы войти и начинает вот искать вот те вот знаете слабые места как через них вот можно войти это с какого времени вообще вошло в мою мать в мои в моего предполагаемых родителей предполагаемых я честно буду рада если они не мои родители вот честно буду рада что мне больше не нужно вот будет знаете solid problem то есть разбираться а почему и думать потому что мы люди разумные думающие думающим и все думающие только каждое своем думают вот так вот вектор у меня мать ее любимые слова а что вот она духовная она духовная а духовно вот вот повторяется вот понимаете если она нашла вот забыла ту первую любовь вообще она же била потом свою мать я приходила к бабушке то не предполагаемой бабушке то не говорила когда от что она всегда такая была то есть я со своей бабушкой а вот или смотрите я бабушка вообще не помогала мне решать мои вопросы вообще не они были полностью с дедушкой только в алкоголе в алкоголе они пытались вот затем дрались там до топоров доходило волосы вылетали из-за самогонки из-за вина то же самое матери только она пошла на это вот на завод шампанских вин работы было огромное множество заводов но они жучки не хотели пачкать они не хотели пачкать моя бабушка вот почему я вот где это светлое что-то предполагаемая бабушка таня где эту светлое нашла она работала а этой санитаркой она санитаркой работала сейчас где-то там дача ковалевского туда ездила там детки санаторий туб здесь какой-то туб санаторий может поэтому знаете вот господь как-то смело с милости велся вот когда у меня артур вот и у меня с воспалением легких то что у меня сделать если рентген то у меня у тебя вот шрамы есть и у него то же самое так теперь вот с головной болью у меня такие были головные боли у меня такие мигрени были допроса не вам не передать мне ничего не помогало это особенно было в молодости моей матери было наплевать у нее не было мигрени мне не было может потому что ее мама любила она это нежно называла но и время валечка называл я в детстве любви не чувствовала ни матери ни отца вот когда не бросили меня и а потом а те люди бросили то есть смотрите как получать это не то что меня бросили где-то отвезли в деревню вот допустим жили в одессе отвезли в одесскую область там было 28 районов вы знаете что сейчас уменьшается района идет тенденция к объединению посмотрите если я родилась и в одессе я родилась приморском районе а потом 16 лет я переехала в жовтнево район улица осипова и вот эти вот амри во первых они еще на старые названия были то был же в него район жовтнево а сейчас он приморский и вот эти вот налоговые объединяются вот интересно мне очень интересно как сейчас вот с этими ведь было 28 районов 28 47 на 47 7 дней в неделе 4 это практически будет практически как месяц вчера я говорила что вот разница вот америка америка что такое америка вот тот новый свет если говорить за континент если вы в северной америки вот если вы в сша вы будете говорить что вот это два континента если вы в южной америки там они будут говорить вот это один американский континент там вообще вот там проехать можно но ведь все уверены что европы и азия это два континента 2 хотя Там всего лишь Уральские горы Но это два континента И позавчера мы Так, я во-первых Хочу вам сказать, что я получила Вот, люди, первая любовь Это ваша первая любовь Сейчас идет сильно, ну вот там Матери-матери, да И Если я там начинала Рассказывать про свою судьбу То, что и меня мать вот и ненавидит Но меня отец ненавидит И вот в Библии говорится, даже если мать Вас забудет, там забудет грудное Дитя, то я вас Не забуду Вот не забуду И не видела я их Святых я не видела А я имею ввиду, того не видимо А может и видела вот Те люди, которые ангелы Которые выступали Ну вот Пресвятая Богородица Вот Святой Кристофор Смотрите, Кристофор Коломбус И вот так, Колумбия Колумбия страна, округ Колумбия Вот Вашингтон, Ди Си Вот этот вот новый свет Это очень интересно узнавать И вот здесь вот вся Не только США, но вообще вся Америка Святые Святые, вот та первая любовь Которая сейчас Говорят, что это идолы Понимаете, идолы Эти нападки Вот то, что это идолы Вот Пресвятая Богородица Допустим Статуи Мадонны Только не Мадонны Не та, которая певица На которую я равнялась Вот на кого я равнялась Я равнялась Вот сейчас я Здесь я Дженнифер рассказываю Слушай, ты знаешь, кто такая Шер Кто такая вот Мадонна Говорю, я на них равнялась Вот если я была Добра ведьма Это называется добрая ведьма А ведьмы не бывают добрые Это все дьявольщина Вот как светлые ангелы Вот знаете, вот типа падшие Вот А если второе Вот как луна, да А вторую сторону вы видели А вы видели, что этот человек Творит, допустим, дома Или Вот Иуда Вот сегодня у нас четверг Святая Ихаристия Вот там есть текст сапфор И сегодня Иисус Христос Иисус Христос Вот который пошел за нас На крест Вот видите, вот крест И вот Иисус Христос С двух сторон И здесь голубые Вот такое красивое Я себе на ключи купила И За святого крестофора Я уже рассказывала Вы помните? И Вот Пресвятая Богородица Не смейте, чтобы там Смеялись над вами Что там идолы Не идолы Теперь смотрите Кто имеет право Причащаться Чтобы пойти На причастие И чтобы его Достойно принять Для этого А для этого Чтобы причастие Принять Для этого Допустим Это не то, что Пошел и взял Вот Вот как Католические священники Они вот всем раздают Там Все, кто хочет Все, кто хочет А дальше что? А если человек Живет в прелюбодеянии А если вот Не знаешь Этого человека Не знаешь Этого человека Вообще И ты ему Вот Даешь Святое тело Христова Дальше что? Ты кто виноват? Кто оставил Первую любовь? За эти вот За головные боли И за Америку За Колумбус Слушайте Я еще не пила таблетку Не знаю Сколько я выдержу Не выдержу Я Мне никакие В молодости Таблетки не помогали И я дома не оставалась Я продолжала И жить Вот с этой болью Сквозь боль Вот с болью С мигренью У меня у дочери Где-то с 20-х С 20-го года Были жуткие мигрени И по ночам Она плакала И боялась Признаться И в школе У нее вот эти вот Головные боли И бабушка Вот то что В 2004-м Я увидела тот сон И она мне сказала Дело в голове Дело в голове Теперь какие Я делала Эти вот Ресерчи Во-первых У меня же Ковид был У меня был ковид И я На день Благодарения 20-го Или 21-го 21-го Кажется Надо посмотреть 21-го года В позапрошлом году И Я уже думала Все Вот Прощаться Потом Ну в общем Пережила Пережила Это И его мужа Тоже было Это болезнь Пожилых людей Вот Он первый Так сказать Схватил И он ходил И вот Он умрет Он умрет Вот все время Вот этот Я умру Я умру Я умру Я говорю Слушай Да я тут вообще Я есть не могу А он же ел Я есть не могла Вообще Я чувствовала Запахи Я все чувствовала Но у меня были Другие симптомы Просто к тому Что потом у меня Где-то через полгода Или даже через год Стали сыпаться волосы Вот И у меня В моей жизни За 54 года Это не первый случай И первое у меня было Где-то в 20 лет Вот после этого Перенесенного стресса Когда от меня отказался Саша От меня отказался Наверное началось еще Когда отказался летчик А потом вот Я решила Знаете же Вместо того Чтобы пить там вино Чтобы не спиться Ну Допустим Человек Который отвлекает Ну допустим Этот вот Артурин папа родной И Чтобы узнать человека Ну вот Что-то идеальное Вот такого ангела Такого Ну это ж наверное Только вот Бог Иисус Христос Я такого не видела Они все назывались Они назывались Светлыми ангелами Они называли Что они любят А мать у меня Даже никогда не говорила Что любят Вот Так интересно Да Что Не отец Не это вот Не мать Вот впечатление Что я не знаю Где они там В какой-то меня Мусорки нашли И причем То что их заставили Вот у меня все время Было Такое чувство Что они Даже не хотят Меня не видеть Нету Вот Или Или не хотят Высушить То есть Я им мешаю Вот Я им мешаю Теперь Похоже Вот У меня старший сын Я не знаю Почему Оно есть Я допустим Приезжаю Там Повидать внука Вот Знаете Думаю Или не буду тревожить Не буду Очень Во всем Раздражаю Подождите Подождите Мне 54 Я уже не знаю Доживу ли я До завтра Кстати Я на этих днях Вот Я только что получила Вот эти нутро Нутрофол Называется Значит Я подумала Да я Это не я подумала Пару дней назад Два дня назад Я проснулась ночью Потому что я помолилась Пару дней назад Я помолилась Господи Помоги мне восстановить волосы Что-то не так Что-то не действует Я уже мазалась сверху Какие-то пшикалась И алои И что-то Вот если раньше В молодости Мне помогало Но у меня-то мысли Не было Что У меня же Менопауза У меня Вот эти вот приливы Они у меня раньше Никогда не были Они только в прошлом году Начались Вот в прошлом году Вот это вот началось У меня На моей Это тогда было 53 года Только в 53 года В конце Я почувствовала Что такое там прилив Потому что Если у меня руки Руки Они у меня всегда были ледяные Просто ледяные Вот Ледяные-ледяные В общем Я пару дней назад Увидела И вот эти Порекомендованы Именно для женщин В период менопаузы Менопаузы По 4 таблетки Вот это на месяц Курс Они зато около 80 долларов 76 А там нужно От 3 до 6 месяцев Посмотрим В общем Я себе это сделаю Потом вам расскажу Потому что если люди Мне кажется Это еще и зависит Какой возраст И когда там сыпятся Не сыпятся волосы Какой возраст И вообще Вообще Возможно Это очень-очень Индивидуально Потому что Есть люди такие О, то не проблема Это не проблема Вот Знаете У каждого У каждого Свои проблемы Вот И вот это вот Первая любовь А кто же моя Первая любовь Вот там В Дубиблии Оставила свою Первую любовь Моя первая любовь Это вообще Мои 3 Три ребенка Три ребенка От господа Три ребенка Вот Раз, два Два сына Два сына И лапочка Дочка Два сыночка И лапочка Дочка Вот Так что я буду Дальше Рассказывать С этим нутрофолом Будет ли Какие-то Плюсы От его действия Вчера Отвезла я Где-то я в 5.30 Забрала своих детей Отвезла в церковь Там в Алёше В Брехле Там никого не было Оказывается не в 5.30 А в 6.30 Начало Я где-то час Беседовала С пастором Вот этот вот Протестантский Это 50-ти Церковь Где-то час Я с ним беседовала У него много детей Во-первых Его То ли имя То ли фамилия Мартин Вот Я просто сегодня Подумала Кристофор Колумбус Колумбус Коламбус Я куда Вот какое слово Не услышу Я везде Вот вижу Вижу Вот эти вот Корни Корни Божьи И больше И больше У меня Это даже не видение А вот Ну это связано Вот с этой вот Иркой Рамазан Вот Ирка Рамазан И я себе думаю А почему я там Ирина Рамазан Я ее Называла Я вообще не знаю Она для меня Ирка Знаете Ирка И даже не Рамазан Потому что она писала Я там Да у меня фамилия Там такая фамилия А фамилия Слушайте Там дело В ее В этом вот В любовнике Которые Вот там 19 или 20 лет Вот этот Который Обещал Обещал мне Заботиться Обо мне И моем Артуре Что мы прожили Четыре года вместе А он оказался Дьяволом Он оказался Куском Дерьма Куском Мерды Мерды Вот куском Он таким Оказался Который Себя выдавал За ангела Света И Который Вот и сейчас Вот она Она там Он там Он падет И все Хоть Вот Старушки Им комплименты Слушайте Вот тех Старушек Аргентинских Я например Держусь подальше Во-первых Выглядят Как раскрашенные Грыбы Во-вторых Я уже столкнулась С той Эльбой Это вот Когда я в Аргентине В той гостинице Венеция Жила Когда он нас бросил Он нас бросил В 2003 И полгода Не появлялся Эта старушка У нас быстренько Сказала Пошла вон Я говорю У меня же ребенок Это никого Не волнует Мы здесь Ремонт Будем делать Понимаете Мы ремонт Будем делать Интересно поехать Посмотреть На тот ремонт Я Артур Ничего Не сказала Что Вот Какая Вот Эльба И когда Артур В 2016 Году Он же Переписывался Он переписывался Со стегридой Я не переписывалась С ним Артур Переписывался И тот Его приглашал И Артур Мне сказал Он меня пригласил Он меня встретит Он обещал Он его Мало того Не встретил Он за три месяца Вообще Ни разу Не появился И эта Ирка Рамазан Говорила Что Значит Она Знала Что Сказала Вернее Она Она сказала Что она Не вмешивалась В эти вот А сейчас Она постоянно Вот это вот У Артура На странице Она Мне уже Накакала На странице Что у меня Дочка Увидела Вот что Это Ведьма Именно Ведьма Она же не имеет Права Причащаться Она живет В блуде Она мне Она мне Указывает Что я косынку Там Видите ли Не делаю Или еще Что-то Понимаете Мне дьявол Указывает Это мне бог Пусть расскажет У меня священник Есть У меня батюшка Есть Которому я Исповедовалась Она сказала Она мне писала На странице Я Артура Вот насколько Или до него Не доходит Я не понимаю Я не понимаю Потому что я говорю Она мне писала На странице Что я утром Просыпаюсь Ищу Огурцы Вот такие Запихиваю себе В анус Вот это вот Мне очень нравится Понимаете Мне очень Оказывается Нравится Вот это Он рассказывал Все 20 лет Он еще не рассказал Не за мой институт Который я Три года Отучилась То один Из трех Институтов Да У меня там Вот тот институт Один институт И он Там Не копеечки Там Тысячи долларов Я платила Тысячи А он Мне ни копейки Не давал Вообще Не копейки Так она Ничего за то Не знала Потом Когда я поставила Эти вот Дипломы Так она подумала Что это у меня Она Ой Значит написала Что это Ко-курсы здесь Какие курсы Это один из дипломов Один из дипломов Вот эти вот Три диплома Это три уровня Одного диплома Одного института И еще Знаете Что я забыла Вот сейчас Я вспомнила Я вот это все Рассказываю Потом прослушиваю Допустим Стараюсь прослушать И дальше Вот Дальше Дальше Идет размышление Мне это очень помогает Я вот Господи Спасибо тебе Я уверена От тебя Господь Вот Сейчас поделу Что-то вот Поем И Буду по 4 Через месяц Вот не знаю Вот я уверена Что это именно мое Что вот у меня уже Вот 54 года Мне нужны другие Мне нужны витамины Изнутри Я истощена Я истощена Этими новостями Этими ужасами Я Артуру говорю Я твой ангел Он говорит Ты не ангел Ты отвод Ты женщина Я говорю Да Но Господь Бог Иисус Христос Вот в этом И есть мистика Вот и не есть чудо Он 100% Бог И 100% Человек Я вышла Вы со мной Вообще Не сравнивайтесь Откуда я вышла Если меня бросили В полтора года На шелковом пути В Одессе Могли бы Спокойно Заводы Процветали Такое количество Заводов было Огромные деньги Нет Она хотела Мои родаки Мама хотела Вот это Предполаганное Чтоб там ей Деньги давали Я же ее спросила Я спросила Когда была маленькая А ты че Не пойдешь Вторую работу Нет Вот Нигде Ты не поубираешь Офисы Она же мне Навешала Лапшу А мне нельзя Мне в трудовую Нельзя У меня Выше образование Ну так пойди Нелегально Где-то Ради дочки Чтоб дочка Голая боса Не ходила Так на нее же Уходили Все деньги Она же себе Ездила И покупала Дорогие вещи И говорила Ой Это вообще ничего Ну конечно Ничего По 120 рублей Эти вот Босоножки И так далее Или вот ребенка Заставьте Вот если ребенок Только родился И ему вместо молока Мясо засовывайте Вот мясо ему пихаете Он будет его есть А если я не хотела Вот она у меня засовывала У меня аллергия на молоко Она мне варила кашу Кашу Туманную Которая до сих пор Вот еще и комки такие И вообще Я ненавижу Просто ненавижу Манную кашу На дом На молоке На воде Очень любила Но она как на зло Вот сделала мне Вот в эти три минуты Три минуты Сделать манную кашу На воде Нет Она делала на молоке Тебе надо А у меня И вот так же Как она мне говорила Мне что на тебя молиться Я говорю Да не надо на меня молиться Обними Скажи что ты меня любишь Она мне говорила Так что я должна врать Вы представляете Вот это вот разговоры Мамы Мама и с дочкой Мама и с дочкой И когда я приехала Я что ее Я ее не воспитывала Я вообще не знаю Откуда она Вот я говорю Бабушка Она всегда такое была? А бабушка вообще Так смотрит Как будто это Не ее дочка Я говорю А вы вообще Где были? Бабушка Дедушка Я понятия не имею Вы обо мне Ничего не знаете И вы О бабушке моей Ничего не знаете Какая она была Вы ничего не знаете Как там летели волосы Там со мной не было Никого Ни матери Ни отца Никого У меня даже собаки Не было Я была собакой Я и есть собака И для своих детей Вот Когда в детстве Я была богом А потом я представляюсь Из гад Фронт дог Пошла-пришла Я вообще не понимаю Мне это Знаете Вообще-то Так это Может прояснится Вот Уже у детей Проясняться Начнет Потому что Смотрите Вчера Вот я Артурчик Стал это видео Там вообще Он говорил За слепую бабушку Он вообще ее не помнит Он вообще ее не знает Он почти понятия не имеет Это то что Это слова мои мамы Просто вылазят Вот Вот тот кошмар Весь прошел Что он там вот жил И она наверное Вот капала Капала Она ему рассказывала Вот она вот Пожалей ее Ее пожалей Она там с двумя инвалидами Да я и спасла В 2004 году Сережа хотел прыгнуть Он пошел прыгать ночью Вот представляете Значит у него был В 2004 Приступ Я уже приехала Забежала из Аргентины И я еще вчера встала Это же не в Одессе А в Одесской области Было В которой я Я не из Одесской области Я одесситка Я тех законов Одесской области Тех 28 районов Они тоже там поделены А у Сатого Там очень много цыган Очень много цыган И Артурова я привезла Меня ж мать не предупредила Что осторожно Здесь очень много цыган Да они прекрасные Да они прекрасные с лошадьми Но там очень много цыган Они очень опасны И у меня Артура Как будто белого ангела Я привезла К этим вот Они моментально его там Моментально в оборот взяли Моментально начали его А Артур у меня такой вот Знаете мальчик например Тяжело устоять Я не знаю почему Откуда у меня Вот знаете Если мне там предлагают Какие-то вот такие Странные вещества Или странные Я так Не спасибо Нет Нет это не для меня Или вообще молча проходила Я просто вот Мимо цыган Хотя у меня подруга Ближайшая была Цыганка Аня Но из высшего Из высшего этого вот Уровня Вот и она мне рассказывала Просто я вот была как журналистка В таком плане Но я же не понимала Журналистка в детстве Мы соседки были Она была вот Через стенку Вот в том В этих вот домиках То есть если у меня Балкончик выходил На эту сторону Вовнутрь двора Вот Вот там где я говорила Что это как звезда Вот эти вот три дома Вот у меня как глава Вот как вот здесь А вот здесь вот Два этих домика В общем у нее Прям за стенку То есть я с ней вот Сталкивалась У нас же были вот Соседи на втором Элитные получались Второй этаж Это более элитные Там всего два этажа Вот эти домики Но более Такие элитные Кто получал Вот Кому Ну такое вот Распределение Вот в таком плане Естественно Это было там Где больше света Вот второй этаж И там балкончик Чем первый этаж Это уже потом Вот Потом поменялось В том плане Что первый этаж Они пристройки Стали делать Захватывать Этими вот Незаконно Потом стали строить Потом и второй этаж Вот стал вот Вот пристраиваться Вот в таком плане То есть у меня Бабушка и дедушка Сделали упор На вообще Уйти от матери То есть полностью Они оставили Эту квартиру Своей дочери Которая вот Переспала С собственным дядей Это папиным Братом И Значит И сыну Которого вообще Дедушка не признавал За сына Я не знаю Может там Внутри у Игоря Вот это Вот это вот В общем я говорю Как я как свидетель То что я видела То есть Папа просто Вот от своих детей Отказался Но там еще я была Я там была Наверное я очень боялась Ну вот Там сказать что-то Противостоять Сказать Слушай Какой ты танкист Ты чего Надо мной издеваешься Как тебе не стыдно Потому что соседи Они там что-то там Во-первых Они не звонили Ни в какие службы Потому что Они считали Что мать тоже В сумасшедшем доме Потому что Дедушка была в психушке Бабушка была в психушке Вот Они считали Что вот этого Семилетнего Оставили Она оставила На полгода Что она в психушке была Вот поэтому Уже я потом спрашивала А почему там Никто вообще не доложу Что ребенок Вообще без присмотра Как вообще Учительница Ничего не знала Ничего не знала Как учительница Наша Которая вот По биологии Ирина Ирина Николаевна Вот это вот Милка Как она вообще Не разузнала Что с этой девочкой Какая у нее проблема Когда Вот она мне влепила Четверку По биологии Влепила Испортила мне Этот вот Свидетельство Одно Которое вот А там Это ботаник Или биология Переходит именно В эти ста То что она Именно четверку Поставить Это как знаете Ну все То есть Пять с минусом Знаете Это пятерка А четыре с плюсом Это четверка В таком плане То есть Она не пришла Даже не посмотрела Что Ну вообще Жила часто Это же все В школе было Все в школе Сама С ребенком Маленьким Я же вообще Просила своего брата Мамой меня называть Когда мы выходили Потому что Все такие А кто это тебе Я думала Это прикольно Говорю Слушай Сережа Поговори мне Вот мама Называй меня мамой Вы вообще Представляете То есть Я постоянно была Сережа Постоянно Вот это был хвост Головные боли Сережа Ответственность за ребенка Школа Плохая еда Я сейчас думаю А это же Мне еще готовить Надо было На маленького ребенка Чтобы еще Что-то его накормить Чтобы ему нравилось Кушать И я ему Отдавала Это я вообще Даже об этом Просто не задумывалась Она когда Оставляла меня На месяц Ребенка Маленьким Она и Очень Они вообще Они Ненормальные Эти люди Ненормальные Я вообще Таких Вот там По соседям Вообще Никого Не знаю Слушайте Ну чтоб Такое Вот Вытворяли Кому-то Там Из детей Вообще Такого Не было Там Бабушки Были Какие-то Адекватные Которые Смотрели Смотрели За своими Детьми Смотрели Что они Там Поели Чтобы У них Желудки Не были Там Не болели Чтобы Язвы Не было Такого Сучья Как у Меня Это Это Вообще Рехнуться А по Виду Никто Не скажет Это Ирина Николаевна Со мной Дралась Просто Со мной Дралась Я Умоляла Поставить Мне Нормальную Оценку И Она Мне Там Доказывала Какая Вот Я Недостойная Пятерку Уметь Вот Биология Она Рассказывала Что Не Ребенок Внутри А Рыбка И Что Подумаешь Что Хвост У него Понимаете У моего Трех детей Моих У моих Трех детей У них Оказывается У них Хвосты Понимаете Она Считала Что Она Даже Ни разу Наверное Не сходила В морг Чтоб Посмотреть На тех Детей Вон Петр Этот Собрал Коллекцию Николе Да Кунсткамеру О Кунсткамеру Вот Те Вот Пошла Поехала Бы Посмотрела Биолог Или Моя Мать Она Мечтала Биолог Быть Она И не Географ Она И не Биолог И заявила Мне Ну что Артур Только Вчера У него Вообще Такой Срыв Был Я И Рада Вот Это Как будто Гно Этот Пробивает Потому Что Вот Это Все Что Ему Накапали Вот Эти Вот Это Что Что Говорит Рамазанша Вот Это Ирка Вот Это Ирка Рамазан Это Все Вот Это Лилось Все Эти Годы Из Вот Эти Вот Поганого Рта Вот Это Вот Полицейского Поганого Именно Поганого Поганого Там Еще Не Все Рассказала Уже Махинацию Какую То Сделал С Тем Вот Там Расследование Целое Было Это Он Мне Рассказал Когда Он Вот Я Уже Хотела Ну Я Уже Сбегала Я Готовилась Сбегать Артуром От Него Даже Он Не Рассказал А мы Случайно Вот Когда Столкнулись Он Мне Рассказал Там За Машину Значит Потому Что За Те Полгода Он Себе Брекеты Ставил Он Явился С Брекетами И Потому Что Мы Когда Познакомились Я Увидела Зубы Вот Такие Вот Но Дело Не В этом Дело Не Вот В этих Вот Зубах Жутких Он Там Эти Брекеты Вставил Дело Глазогены И Глаза Этого Полицейского Это Две Разные Вещи Хотя Оба Скорпиона Два Из Один Южная Америка Один Одесса Два Скорпиона Два Вот Эти Вот Ноябрьских Две Так Сказать Скорпион Хотите Познакомиться Со Скорпионом Вот Так Настоящие Скорпионы Так Вот Глазогены И Глаза Полицейского Это Две Глаза Полицейского Это Энтони Хопкинс В Вмолчании Ягнят Это Его Глаза Лицо Улыбается А Глаза Маньяка Глаза Маньяка Вот Как Охота Мне Это Очень Напомнило Вот Львовская Охота Когда Охотились На Меня Вот Золотая Молодежь Дети Этих Прокуроров Когда Монету Бросали Жребий Бросали Кто Значит Будет Там Меня Выслеживает И кто Меня Будет Как Девушку Как Женщину Вообще Они Не знали Девушку Я Вообще Кто Насиловать В смысле Вот Так Вот Вот Так И Вот Эти Вот Вот Те Вот Глаза Генны Глаза Были Другие А А В этом Вы знаете Как Будете Либо Рады Если Вы Выиграете Билет На Этот На Пароход Допустим Ответ Да Держите Билеты Титаник Ну Как Или Смотрите Опять же Я Там Какой Третий Четвертый Раз Говорю Фильм Трасса 60 А Это Реальные Трассы Вот Вся Америка Она Изрезана Вот Эти Вот Трассы У Нас Рут Вот Это Вот Трасса 78 89 Вот Это Хайвей 89 Та Что Внизу 78 И Рут 7 Вот Там Где Вот Стив Кота Говорил С Артуром Он Думал Что Вот 7 7 Такой Знаете Воскресный Воскресный Вот Воскресный День И Мы Соединяемся Вот С Бостоном И Вот Сюда Выход Вот У нас Смотрите Вот У нас Монреаль Огромнейший Порт На 45 Минус Всего Лишь Монреаль Это Всего Лишь На Машине А Сейчас Какая Это Огромная Трасса Мы Когда Последний Раз Ездили Вот Коньки Мне Купить Мы Увидели Огромная Идет Трасса Там Или Трассу Хайвей Сделай Потому Что Говорили Раньше Железную Дорогу Проложат Чтобы Был Вот Этот Вот Но Тогда Наш Именно Наш Штат Нам Полегче Будет Дышаться Что Будет Больше Туристов И Все И Будет Интереснее Вчера Я Когда С Артурчиком Вот Мы Оставили Валюшину В церкви И Мы Поехали В Артур Продукты Покупать И Мы Были С Двумя Детьми И Я Там С Треть Знаком Это Мама Дженнифер Одноклассницы Она Говорит Там Вот Они Приехали Из Вашингтон Диси Там Я Говорю Ну Как Тебе Вообще Понравилось Она Говорит Слушай Еда Намного Больше Намного Дешевле Таксов Нет Я Говорю Я Сама В шоке Была Я Говорю Я Сама В шоке Была Как Они Жируют И Как Мы Вот Мы На Периферии Как Мы Знаете Беднота Мне Это Очень Напомнило Вот Как Киев Жировал Киев Киев Москва Жировали И Как Вот Мы Ну Одессе Как Мы Но У нас Абсолютно Другой Менталитет У нас Абсолютно Был Другой Менталитет Я Бо Ни За Что Вот Я Не Хотела Ехать Ни В Киев Жить Ни В Москву Жить Я Подумывала Потому Что У меня Карьера Открывалась Мне Жидали Бесплатные Без Экзаменов Направления В Москву Оперативный Институт Москву Естественно Там Больше Приток Там Больше Лучше Этих Вот И Профессора И Все И Больше Возможности Что Тебя Заметят Тоже В Киев То же Самое У меня Было Вот Направление А потом В Киеве Громыхнул Вот Я Отказалась И Я Вчера Еще Ставила В Киеве Громыхнул Чернобыль У нас У нас У нас Нахимов Да И вот Если вам подарят Билет на круиз Будете счастливы Да А если это Вот Держите Там Титаник А у меня То же самое С Нахимовым Я вообще Так Почему-то Я же когда Заходила на корабль Просто Еще зима Холодно Ну как зима Это что В февраль Или к марту К 8 марта Вот оно Потом вспомнится Я думаю Если Господь Захочет И Я ничего не увидела Такого особенного Нахимов и Нахимов Я например Не знала Что Титаник Это корабль Девушка Вот Они это представляли Как корабль Девушка Нахимов Мне наверное Просто показалось Так вот Неинтересно А он же раньше Был То ли Германия То ли Берлин Вот Германия Как же там Назывался Его это вот Еще и последний Последний рельс Представляете То есть Оригинал Аутентик Он не назывался Нахимов Так вот А если вам Я просто подумала А я была Ну корабль затонул В восемьдесят шестом году А в восемьдесят шестом году Я была на его круизе Я себе думаю Вот интересно Это мне повезло Или Вот Что Что он именно затонул Я не знаю Представляете Потому что вот когда Башни Близнецы Упали Вот в те самолеты И там же Рассказывали Те вот люди Которые Ну не попали На тот самолет Там один еврей Вот он какой-то Забыл Свою молитвенную книгу Лисов В общем там И Ушел даже Самолеты Потому что Вот забыл Свой молитвенник Вот именно еврей Иудеи Вот А этот То есть Держащийся за господа За своего господа Галая Помните Хоть он филистимьянин был У него был свой бог Он за своих идолов Держался Теперь разобраться Кто идолы А кто не идолы Идолы Если моему сыну Вот поливают грязью Его мать И вот У меня сейчас Вот пятнадцать лет Мой собственный муж Который мне даже не муж Может быть Знаете как говорится А может он не виноват Но он же соображает Что он делает Он то соображает Но он же причащается Он вообще Я то не знала Сегодня он тоже там На меня наезды пытался Я говорю Подожди А кто у нас тут брехло Кто у нас брехло Я тебе что Брехала Я говорю Если ты причащаешься Нечестиво А что в тебя должно войти Это кто в тебя входит Какой ангел в тебя ходит И мне Артур Вот это вот Говорит Ты не ангел Я говорю Подожди Я тебе что Не мать Я тебе могу Все доказательства дать Я тебе могу Еще сказать Для тебя Лично Для тебя я ангел Для тебя я ангел Если бы меня там не было Ты бы был овощем А ты бы вообще не понимал Не говорил Не понимал бы Ходил бы под себя Там в какашках Вообще не известно Жил бы не жил Вот ты когда смотришь Вот на своих вот внуков На своих детей Вот Этого всего бы не было Этого бы не было Вот это все Мои волосы Это все Мои нервы Это моя худоба А те которые говорили Что они помощники И говорили Какая я поганая А может это не я поганая Вот так вот Так Я на пока прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok